Где в мире так не переживают за водоснабжение соотечественников крымчан, как в Киеве? Например, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с грустью констатировал, что не в силах отменить дожди в Крыму. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания координационного органа 18 июня. Представители СМИ спросили у Данилова, существуют ли угрозы безопасности Украины из-за климатических изменений на планете. Он отметил, что СНБО пока не в состоянии влиять на подобные процессы. «Нам очень хотелось бы влиять на все, но у нас есть свои полномочия, и мы ограничены законом и Конституцией. На погоду и на климат мы влиять не можем», — сказал он. Однако СНБО работает над мерами, которые помогут отсрочить засуху на Украине из-за глобального потепления. Он указал, что президент Украины Владимир Зеленский вышел с законодательной инициативой, посадкой одного миллиарда деревьев на территории страны в ближайшие несколько лет. По его словам, данный шаг позволит Украине избежать проблем, с которыми столкнутся многие государства, после чего затронул тему водной проблемы в Крыму. Функционер отметил, что жители оккупированного Крыма долго просили воды. Сейчас на полуострове ее столько, что там не знают, куда ее деть. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу, — подытожил он. Украинские СМИ на протяжении 16-18 июня буквально хором негодовали по поводу небесной зрады, настоящих тропических ливней, которые превратили некоторые крымские города в подобие итальянской Венеции. Напоминаем, что 15 июня вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фигз заявил, что полуостров более не нуждается в Днепровской воде, так как бурение дна Азовского моря предоставит крымчанам собственную воду. Продолжение следует...